И таким образом, вот, кстати, у меня в криптофлоу есть машина времени, Андрей. Да, да. Ты, кстати, как никто другой знает, что ты играл. Играли уже, да. Старый добрый 2020 год, когда мы там такие-то монеты могли по дешевке покупать. Запустишь ты такой, краны там, не надо вообще, не лезть туда. Привет, друзья, на связи Андрей Жариков. И сейчас мы решили устроить такую встречу с Нурланом, который является создателем игры CryptoFlow. И также примерно 10 дней назад был запущен CryptoFlowBot, проект с многоуровневым маркетингом. Нурлан, можешь поприветствовать зрителей. Андрей, привет. Всем большой привет. Да. Нурлан, расскажи, пожалуйста, последние новости, что происходит в CryptoFlowBot. Может быть, какие-то там текущие результаты по количеству подключенных партнеров или по количеству запущенных монет и так далее. Так, да, статистику, да. Хорошо, окей. Статистика есть, я ее сегодня проверял, потому что я буквально практически каждый день отслеживаю по нескольких раз. Что касается по запуску, да, все правильно. Мы запустились примерно ровно 10 дней назад, от сторон на 23 июня. Буквально прошло больше недели. Регистрация почти тысяча, там, 970 почти или даже 980 регистраций. Из них, соответственно, 111 проплат. Среди них там на различное количество пакетов на 100, на 20, на 50. Но, в основном, все заходят на 100, а на втором месте на 20 баксов и на 50 долларов, ну, там всего лишь несколько пакетов. Что касается... Ага, да, извини. Напомни сразу, ну, тем, кто, может быть, не смотрел презентацию, чем выгоден пакет именно за 100 долларов? То есть почему в основном люди берут его? Я объясню. Именно даже на предстарте люди все и на старте заходили на пакет на 100 долларов. Все очень просто. Во-первых, чем выше у вас пакет, соответственно, тем у вас больше возможностей по заработку. Во-первых, к примеру, сравнение на 20 долларов, кто пришел, у него всего лишь 10 уровней по, соответственно, маркетингу, да? Кто пришел на 100 баксов, у него открывается 20 уровней. То есть отличие, конечно, существенное. Ну и, естественно, по маркетингу реферальным вознаграждениям, кто пришел на 20 баксов, у них 25% подчисления. В то время, кто пришел на 100 баксов, у них почти 50%, учитывая и лидерские пулы, да. Но еще тоже очень-очень важный фактор, в основном за счет которого люди приходили, это то, что мы, площадка, которая позиционирует себя, что мы сотрудничаем с разными компаниями, у которых есть свои активы, это и криптовалюты, это какие-то и цифровые активы каких-то компаний. И мы делаем совместные интеграции, да, и, соответственно, они выделяют там свой пул, так скажем, рекламные монеты, и мы это, естественно, раздаем среди наших участников. И те, кто пришел на 20 баксов, у них коэффициент начисления x1, в то время, когда кто пришел на 100 баксов, у них x10, то есть разница в 10 раз. Вот пример, вчера, вчера было начисление, соответственно, кто пришел на 20 баксов, если не ошибаюсь, они вчера получили, по-моему, где-то в районе 20 монет, что ли, в то время, кто пришел на 100 баксов, они сразу получили больше 200 монет, да. Ну и плюс еще по маркетингу дополнительно, да, они еще получатся свои структуры, согласно тому маркетинг-плану, по которому они зашли. Это тоже очень большой фактор, да. Окей, по статистике еще есть что добавить? Да, есть что добавить. Меня очень безумно радует, что огромное количество людей играет в криптомиллионер. У нас есть игра CryptoFlow, да, это базовый продукт, на основе которого появился бот. Так. Спасибо Виталию Мланко, да, кинкетологу и сооснователю CryptoFlowBot, это было, так скажем, его предложение идеи, да, создать такой бот с интересным маркетингом, и мы его сделали. Так вот, я тут и подумал, что есть у нас CryptoFlow, но почему бы не сделать что-то интересное еще в боте, какую-нибудь игру, которая тоже будет отвечать за образование, но таким образом, что мы будем еще и стимулировать людей. Пришел, поиграл и победил, да, выиграл. И действительно люди заходят и говорят вовлеченность сумасшедшим, и говорят, пока, да, все бегут в интернет. Было пару раз, когда мне в личку люди пишут, ну, ладно, расскажи одиннадцатый вопрос. Я не знаю, кто продал в 2013 году свой альбом за биткоины, там, Леди Гага, там, Матонна, Snoop Dogg, Эминем, там, да, то есть, ну, я подсказывал, честно говоря, но подсказка другу, я так сказал. Все, одна подсказка, больше всего. Видимо, слишком на добрый, да. Ну вот, поэтому по статистике я смотрю, что там люди играют очень массивно. Прям я смотрю, очень-очень круто, и это очень радует, потому что я сразу делаю выводы, что нужно продолжать в этом тоже ключе. Сегодня только мы обсуждали этот вопрос, то, что, возможно, еще какую-нибудь игру мы запустим, возможно, с запуском еще какой-то другой монеты, да, но, возможно, еще и даже с реферальной историей. Появил человек... Кстати, а есть какая-то статистика, сколько людей вот прямо ответили верно на все вопросы, дошли до конца? Вот такой статистики у нас нету, прям по игре. У нас просто есть статистика, сколько вообще на выплаты есть монет. Вот если даже в среднем там посчитать, но, кстати, интересный вопрос. Если даже в среднем брать середине 30, это пусть даже... Сейчас я даже скажу. На сегодняшний день сколько в среднем уже было сыграно в игру, да? Вот, прям среднее значение. Так, это получается за 10 дней почти 200 раз. Вот я сейчас вот посчитал. Так, если быть точнее... Ну, получается, из тысячи зарегистрированных 20% примерно сыграли, да? Ну, секундочку. Фишка в том, что сыграть может здесь только человек, кто пришел на какой-то пакет. А, понятно. То есть именно кто купил пакет. Ага, понятно. Да, кто именно купил пакет, неважно на какой, мы начисляем монеты, флоу, это внутренняя монета. И на эти монеты люди играют. Соответственно, вот примерно такая картина, да? Примерно вот эти 111 человек, сыграли 220 раз. Вот примерно. От 180 до 250. Вот примерно такая градация. С учетом, что я знаю точно, половина из них еще не открывали эту игру. Вот, то есть, вот я и говорю, что увлеченность там очень большая. Люди просто получили монеты наши, флоу, да, и сразу запустились, пошли играть, смотри, да. Короче, игра интересная, и люди говорят прям в чате, говорят, что круто. Ну да, это как раз, то, о чем ты хотел с самого начала, обучение в игровой форме, да? Да, обучение в игровой форме, ну и плюс еще и с плюшками, почему бы и нет. Да, еще возможность заработать своими мозгами какие-то бонусы и монеты, да. Да, да. По статистике все, или я уже сейчас переключаюсь на своего бота и посмотрим? Я думаю, все, наверное, по статистике. Ага, хорошо. Да, я попросил Нурлана как раз прокомментировать вот те начисления, которые я вижу на своем боте, поэтому мы сейчас переключимся на Телеграм. Секунду, я найду своего бота. Все, значит, вот это, получается, был момент, момент как раз покупки пакета, когда я регистрировался, да, и вот 23 июня, вижу, пошли первые начисления, там 10 USD, 10, то есть это, я так понимаю, пошли начисления с тех партнеров, которые подо мной в структуре находятся, да? Да, да. Абсолютно. Так, и вот смотрим. Ну, там, конечно, было приятно, что в первый же день идет такая целая серия начислений. Ну, я понимаю, цифры разные, потому что партнеры на разных уровнях находятся. Абсолютно, да. А, и вот, кстати, на следующий день 24 июня я нажал кошелек, и на балансе было 20 долларов, то есть это, получается, вот за один день 23-го начислено 20 долларов. Так, это я, кстати, проверил, как там выстроилась структура, да, то есть получается на 20 уровней глубину она получилась, тут ссылка. Так, и вот начисления продолжились, да, сообщения 26-го июня. А дальше пошли уже начисления flow. Это вот поясни, вот это flow – это что? Flow – это как раз и есть внутренняя монета бота, за счет которой, наверное, ты уже играл в игру, да, внутри бота. Если честно, я играл только, когда мы с тобой еще до запуска, вот ты тогда меня в эфире предложил, а именно сам еще не играл, но хочу тоже поиграть. Я очень советую, очень советую. Да, сделайте видео, а уже интересно будет. Потому что видео, дело в том, что получается, да, если ты, ну, условно отгадаешь на все вопросы, ты, по сути, раскроешь сим-карты, да? А, да, 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 да. Люди могут сами, знаешь, просто потом съесть, штамповать себе монеты xpx. Да, 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 подглядывать. То есть это, получается, будет видео-шпаргалка, да? Абсолютно, да, видео-шпаргалка. Это называется «Ответы ЕГЭ слили в сеть», да? Да, 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 да. Так, и вот смотри, то есть это получается уже начисление, вот это вот, где написано «начислено», это непосредственно на мой пакет начислено, а это рефералка, да, в скобочках. Абсолютно, абсолютно, да. Опять-таки, да, таким образом, каждая монета, которая начисляется, да, она будет начислена согласно твоему пакету коэффициенту x10, потому что она 100 долларов, и плюс еще и рефералка. На секундочку, вот эта рефералка у тебя просто пока что с командой, которая у тебя там образовалась на старте, да? Да, да. Она еще и дальше будет расти, и солнышко, да, поэтому здесь может быть намного больше. Конечно, да. То есть, по сути, я, кстати, сегодня у меня попросил человек ссылку, я ему дал, вот у меня первый человек зарегистрировался. Так, вот, это пошла монета XPX. Это что за монета? Это тестовое вообще начисление, все, что ты здесь видишь, да? Это монета XPX. Это та монета, как раз-таки, которая начисляется вам в качестве бонуса за ваши знания, за вашу компетенцию, соответственно, в игре «Криптомиллионер». XPX – это компания Proxima X, да, аббревиатура XPX монета. Монета, которую мы поставили на сегодняшний день, которую мы предполагаем, которую мы проанализировали, что она крайне сейчас очень интересна. Многие просто сейчас пока этого недопонимают. Почему? Потому что всем нужно здесь и сейчас. Но я говорю, что представьте, что мы в 2015 году видим там эфир по доллару, по 5 долларов. Вот, представьте себе, да, и впереди там 17-й год будет. Вот я тоже самое говорю, что вот есть XPX, да, вот монетка. Не нужно делать на нее полностью всю ставку, да, но рассмотреть обязательно стоит. И чтобы люди не проморгали, просто хотя бы поиграйте и просто хотя бы заработайте этих монет, пусть они у вас будут. Вот. Все монеты, которые начисляются, это монеты, которые у нас есть на личном балансе компания. Поэтому, да, абсолютно все монеты, которые мы начисляем, это те монеты, которые есть, естественно, уже в компании PULA. Да, вот здесь как раз было сообщение, что вы можете играть в криптомиллионеры, выигрывать реальную криптовалюту. Всем хорошей игры, отличного настроения и инструкция. Абсолютно. Так, потом пошло дальше. Это, я так понимаю, опять же, с проплат уже людей, которые подключаются, да, покупают пакеты там в структуре где-то, да? Да, да. Это люди, которые уже пошли тестировать, смотреть и покупать. Да. DLX – это DIPLEX или как монета называется? Абсолютно. Абсолютно. Монета DLX – это монета DIPLEX. Абсолютно. Абсолютно. То есть у нас сейчас идет такой промоушен, да, что в первую неделю со старта, да, мы раздаем DIPLEX монету. Абсолютно. И мы давали с таким алгоритмом, что с каждым днем мы увеличиваем количество монет. То есть если в первый день было 5 тысяч начисления, потом 10, 15, 20, вот так, 25, то есть с каждым разом больше, больше, больше. И поэтому монет все получали все больше. Так, вот здесь это объявление, что монета DIPLEX, алгоритм майнинга дает 1% в сутки. То есть они еще будут расти, начисленные монеты, да? Секундочку. Они расти не будут. Это те монеты, которые вы можете подать на заявку, и мы, соответственно, выведем вам на кошелек. А вы можете, соответственно, запустить на монет, да, и зарабатывать по 1% в сутки. Без проблем. Так, вот было еще интервью с Олегом Козыревым, да? Ну, получается, сейчас мы с тобой очередное интервью записываем. Так, пошло дальше начисление монет DIPLEX. Это рефералка, да. Пожалуйста, у тебя 131 DIPLEX, DILX, да, начисление, и остальное все в рефералке. Да, понятно. Ну, то есть здесь как раз вот получается, для тех, кто еще не смотрел презентацию бота, получается здесь после покупки пакета ты получаешь именно вознаграждение в монетах, а если еще строишь команду, строишь структуру, ты получаешь вознаграждение в монетах от своих партнеров. Так, сообщение от 1 июля. Продолжаем рассылку монет DIPLEX, SOLIDAR COIN и монета FLOW. Внутренняя монета криптофлоу-бот для участия в игре криптомиллионер. Вывод работает круглосуточно, выплаты производятся в течение 48 часов. Так. Ну, обычно это намного быстрее. То есть до суток. Смотрим дальше. Да, вот как раз пошли начисления SOLIDAR COIN. То есть 196, а вот вижу у тебя DIPLEX уже на этот день. Ого, смотри. Да, SOLIDAR COIN. SOLIDAR COIN аж 26186. Я бы тут сделаю пояснение, что кто приходил на пакет на 100 долларов от Виталии Мланко, все должны были получить по 20 тысяч монет. А, понятно. Ну, это было. Акция такая была. На 20 акций такая была. Это, да, да, это единственная такая акция после DIPLEX. Но больше ее нигде нет. Но здесь за счет того, что мы начислили еще и ревка, вот здесь вот получилось, что не 20, а больше 26. Поэтому это тоже дополнительный плюсик. Да, вот как раз я сегодня нажимал кнопку криптоигра. Просто я играть не стал, просто почитал вот эту информацию. Вот. И, ну, опять же, для тех, кто не смотрел презентацию, то здесь получается, нужно выбрать один правильный ответ. Дается только 15 секунд. В случае неправильного ответа вы проиграете, игру придется начать сначала. Если вы ответили верно на 10 вопросов, получите 50 монет XPX. На 15 вопросов так. А почему цифры совпадают здесь 50 и здесь 50? Все очень просто. Если вы смотрели игру, кто хочет стать миллионером, есть несгораемые суммы, да? Ага. Здесь то же самое. Каждые 10 правильных ваших ответов дают вам несгораемые вот эти суммы в XPX. Ага. Вот такая штука, такая арифметика. Понятно. Я можно прокомментирую здесь небольшой случай, потому что я помню 2015 год, январь месяц, когда эфир стоил 1 доллар. Битток, естественно, он вообще стоил совершенно других денег, не то, что сейчас. Я рекомендовал тоже товарищам, друзьям, да, что покупайте эфир. Покупайте эфир, потому что капитализация у него вторая после биткоина. Это уже на тот год игру. Перспективы есть. Я говорю, изучите, посмотрите. Я тоже изучал. Но спустя два года мне люди позвонили, говорят, эфир 400, 400 долларов, да, он потом сделал 1400, секундочку. Это я говорю о чем? О том, что когда появляется возможность и перспектива, нужно обязательно ее использовать. И вот сейчас как раз-таки это примерно та же самая ситуация, как я в 2015 году говорил покупать эфир. Сейчас я говорю, ребят, получайте в этой игре монеты XPX. Почему? Математика следующая. Сейчас монеты XPX стоят примерно 0,1 цента. А у тебя 200 монет в флоу. По сути, это одна игра стоит 5 монет. Ты можешь 40 раз сыграть в эту игру. Если ты полностью правильно ответишь на все вопросы, то получается, ты за одну игру можешь максимум получить 250 монет. Если ты 40 раз сыграл и все правильно ответил, ты можешь получить на секундочку 10 тысяч монет. 10 тысяч монет. У нас есть небольшая информация. Мы изучали, тоже копали. Мы предполагаем, что эта монета может вырасти и до 1 цента, и до 10 центов. То есть, даже в этом году, по идее, эта монета может сделать 10 иксов. В этом году. Если брать весну следующего года, да, то на секундочку она может сделать 10 центов или даже 5 центов. Но 5 центов – это уже сколько? Если что, 50 иксов. На секундочку. На секундочку, да? Вот. Поэтому вот эти 10 тысяч монет сейчас, которые могут примерно стоить 8, это примерно почти 800 долларов может стать. Представляешь, вот с тем балансом, который у тебя сейчас есть, 800 долларов. А если еще немножко похолодить, да, эту монетку, я уверен, она будет расти. Потому что мы ожидаем, что-то интересное там точно будет. Потому что там Лон Вонг схватился за этот проект, и он упасть лицом точно не может, особенно после того, как ушел с NEM Foundation реализовать свои мечты и амбиции. Ну, вот так вот. Вкратце, вкратце. Поэтому монеты мы еще будем начислять, и можно еще играть, еще выигрывать. И зарабатывать, да. Вообще никого даже надо приглашать. Я прям рекомендую прям. Обязательно, обязательно. Отлично, да. Слушай, ну, спасибо большое. В общем-то, мы сейчас посмотрели вот эти начисления. Повторю, что даже если вы никого не пригласили, вам тоже будут регулярно приходить начисления в различных монетах, которые со временем могут вполне выстрелить. Ведь мы много раз это уже обсуждали на трансляциях. Если бы была машина времени, была возможность вернуться там в 2009, 2010, 2011 года и покупать тот же биткоин там за те копейки, сколько он стоил. Конечно, мы сейчас это сделали, да. Но время упущено, уже вернуть его нельзя. Но у нас есть возможность не упустить момент с какими-то другими монетами. То есть идея в этом. И здесь как раз, наверное, еще тут видишь какой момент. Понятно, те люди, которые узнали про биткоин тогда 10 лет назад, это тоже были в каком-то смысле криптоэнтузиасты. Потому что на тот момент никто толком не знал, что из этого получится. Какая-то цифровая фигня, которая, ну, в принципе, никому особо не нужна. Кто же знал, что эта штука потом до 20 тысяч долларов скакнет? Сто процентов. И таким образом, вот, кстати, у меня в криптофлоу есть машина времени, Андрей. Да, да. Ты, кстати, как никто другой знаешь, что ты играл. Играли уже, да. Да, приходите к нам на криптофлоу, мы вас будем отправлять в прошлое, будете покупать, ну, хотя бы в этой игре, да, битки. Да, хотя бы виртуально помечтать, да, вернуться в прошлое и купить по дизору. Да, да, да. Да, это круто. Кто знает, может быть, слушай, кто знает, может быть, в 2030 году мы также с завистью будем вспоминать 2020, старый добрый 2020 год, когда мы там... Такие-то монеты могли по дешевке покупать. Да, 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 вот. И вот я как раз хочу к этому подвести, что именно как раз вот эта образовательная платформа, как криптофлоу, криптомиллионер, она посвящена тому, чтобы людей подвести к мысли, что вот эта некомпетенция, да, и, так скажем, точнее, отсутствие компетенции, оно создает колоссальнейшую упущенную выгоду для человека. Прям очень огромнейшую просто. Если взять вот моих товарищей, которые у меня говорили, 15 много покупай эфиры, битки покупай. Да, если бы все тогда пошли бы, послушали что-то, хочу сказать, на сегодняшний день было бы немало миллионеров, да, среди моего окружения. Хотя и такие тоже есть, которые послушали, купили, есть. И они сделали очень неплохо, да. И заработали, кстати, очень хорошо. Вот, но именно как раз-таки вот я пытаюсь популяризировать в массы вот это образование в формате геймификации, хотя бы степ-бай-степ, потихонечку, по чуть-чуть, человек будет понимать информацию, будет вовлекаться, ему будет интересно, вовлечется, начнет что-то делать, зарабатывать, и все, пойдет, 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 и будет круто. А мы тем самым здесь подсказываем, да, набили мы уже шишки, мы не один год здесь, даже не три, не два, не четыре. Поэтому просто мы будем показывать путь, говорить, что, слушай, вот туда не иди, ты там все. За путь, что такой краны там бит, не надо вообще не лезть туда. Слушай, вот это есть направление, это есть, вот здесь круто, вот сейчас это тренд, вот так зарабатываешь, вот эта монета интересная, да, не просто интересная, мы тебе сейчас ее начислим, да, то есть вот так вот за руку мы пытаемся довести, почему? Потому что если бы в мое время мне хотя бы хоть что-то, кто-то такое предложил, я бы за это отдал бы очень большие деньги, потому что на это можно было бы зарабатывать в десятки, в сотни раз намного больше. Да, поэтому многие сейчас не совсем, может, допонимают криптофлоу-бот, ну, здесь же нет тут 10 иксов за день, там, да, я не вижу хайп. А мы не стремимся к хайпу, нам этого не нужно. Нам интересен долгосрок, потому что выиграть здесь самый терпеливый, как говорится, да. Вот так вот. Отлично. Андрей, все, у меня все. Спасибо тебе большое за информацию. Ну что, ребята, да, более подробная информация по ссылке под этим видео. Всем успеха на рынке криптоинвестиций. Пока-пока. Спасибо, Андрей. Спасибо всем. Пока. Пока. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...